здравствуйте друзья приветствуем вас в очередном выпуске нашей рубрики бонсай посвященной этому удивительному искусству маленьких деревьев в ложках я еще не встречал ни одного человека который увидев один раз в своей жизни бонсай остался бы равнодушным и многие из них сразу же хотят заиметь такого питомца себя в доме искусство бонсай и просто и сложно одновременно ранее я говорил о том что чтобы ваше дерево в ложке было здоровым и радовало вас долгие годы надо немного стать ботаником изучить элементарные правила ухода за растениями и уже потом переходить к изучению формы стиля и общей эстетики бонсай и так последних выпусках мы затронули тему о местных деревьях которые подходят для нашего климата и начинающие бонсаисты могут начать свою коллекцию именно с них мы рассказали о представителях семейства путовые тутовники и инжири если тутовник нужно содержать исключительно во дворе с настоящей холодной зимой и соответствующими другими временами года то инжир являясь субтропическим растением можно содержать на открытом солнечном балконе достаточно дать ему прохладную зимовку чтобы он сбросил листья и отдохнул до весны у этих деревьев только один недостаток относительно крупные листья но зато огромное количество достоинств главный из которых простота ухода сегодня мы поговорим о бонсай который можно содержать дома в квартирных условиях совет всем начинающим начинать знакомство с искусством бонсай с фикусов но опять же с некоторыми поправками фикусы произрастают в основном в тропических странах где круглый год практически одинаковая температура и они более-менее подходят для содержания в условиях квартиры более того нежелательно понижение температуры зимой ниже плюс 5 плюс 10 градусов и так поговорим об условиях содержания фикусов вы не можете просто так взять фикус и поставить его в любой угол вашей квартире какой-то предмет интерьера фикусом необходим достаточно сильный но рассеянный свет прямое солнце может обжигать листья и останутся некрасивые пятна при недостатке освещения фикусы могут сбрасывать листья особенно это происходит зимой когда недостаток зимнего солнца не компенсируется дополнительным освещением может произойти листопад но бояться этого не стоит фикусу очень быстро наращивают снова зеленую массу с достаточно их подсветить в зимнее время лет лампой 20-25 ватт на 10-12 часов в сутки фикусы хорошо реагирует на высокую влажность но современные виды приспособлены и к умеренной влажности но при совсем сухом воздухе растения будут чувствовать себя не очень хорошо и конечно вы фикусы будут вам благодарны если вы их весной и летом вынести на открытый воздух какие основные ошибки при содержании фикуса в квартире первое это недостаточность освещения 2 фикусы боятся сквозняков держите их пожалуйста подальше от кондиционеров далее ни в коем случае не ставьте их зимой на пол холодный воздух будет охлаждать земляной ком корни будут плохо работать и могут подгнить от переизбытка влаги самый распространенный представитель фикусов для бонсай это фикус ритуза огромное количество питомников в юго-восточной азии в южном китае в тайване и в индии во вьетнаме занимаются выращиванием бонсай из фикуса ритузы сотни тысячи заготовок они готовят своих питомниках и отправляют на голландскую биржу и потом оттуда они уже распространяются по всему миру давайте посмотрим на вот эти образцы фикуса ритуза которые были сделаны как при бонсай высота этих деревьев примерно 40 сантиметров диаметр плошки где-то 25-30 можно сказать что их готовят как на конвейере то есть если вы обратили внимание у этих деревьев практически одинаковый изгиб то есть их в питомниках тоже самое юго-восточной азии сидят ребята и штампуют их маленьких черенков делают изгибы ветков слева ветка справа ветка сзади еще один изгиб опять две ветки и фактически макушка казалось бы вот вам с готовый бонсай но с ним нужно еще немножко поработать то есть что у нас происходит мы как-то упоминали про принцип опекального доминирования у деревьев практически у всех очень сильно отрастает макушка боковые ветки если на них не обращать внимание со временем могут вообще отсохнуть и отпасть поэтому мы должны этому дереву помочь как мы можем помочь этому дереву мы должны ослабить макушку и усилить рост боковых ветвей вот посмотрите если мы немножко опустим вот эти ветки вниз совершенно другой вид обратите внимание если мы левую и правую ветвь немножко опустим вниз то дерево приобретает совершенно другой вид как мы сможем это сделать мы сможем это сделать с помощью проволоки чтобы придать веткам определенное направление применяется проволока основном применяется медная или алюминиевая проволока настоящая проволока для бонсай бывает обожженной и при сгибании она фиксируется в данном случае мы применяем обычную электрическую проволоку при намотке как правило одним куском наматываются две ветки алюминиевая проволоком и немножко острижем макушку таким образом чтобы свет попадал сверху больше на нижний ветки чтобы они развивались активнее и наша задача приостанавливать тормозить рост макушки и помогать боковым веткам развиваться больше чтобы у нас получилось пирамидальная крона форме неправильного треугольника фикусы не боятся стрижки они очень хорошо обрастают поэтому не бойтесь их стричь отличительной особенностью семейства тутовых их представители является выделение такого млечного сока вы замечали наверное при обрезке инжира и вот при обрезке фикуса выделяется этот млечный сок удаляем желтые листья удаляем ветки растущие внутрь кроны удаляем отсохшие веточки когда сильно зарастает крона не попадает свет и некоторые ветки листья отсыхают поэтому их мы сейчас и удаляем так называемое прореживание кроны чтобы больше света попадала внутрь практически все деревья приходящие в таких коммерческих закупок посажены в торф в принципе он может расти достаточно неплохо в этом субстрате но для использования это очень неудобно и мы практически все деревья пересаживаем структурированный субстрат почему возникают проблемы с этим субстратом с торфом первое при поливе обратите внимание вода стекает с горшка и если вы не дай бог немного пересушили земляной ком то вы не определите попала ли вода внутрь земляного кома или нет для того чтобы полить бонсай с таким грунтом с торфом мы применяем метод погружения в таз наливается вода и вы буквально замачиваете целиком весь горшок на 10-15 минут таким образом вы сто процентов получите полностью промоченный земляной ком таким образом происходит и подкормка фикусов вы просто в эту воду добавляете соответствующие концентрации удобрения один-два раза в неделю вместе с водой фикус получает свою дозу удобрения торф в котором приходит деревья не самый лучший грунт поэтому мы предпочитаем структурированные грунты которые сами делаем и при поливе мы на сто процентов убеждены что корни пропитались водой полностью это не требует погружения каждого дерева как вы видели в тазике там с водой и так далее на этом наш эпизод про бонсай подошел к концу если вы хотите увидеть предыдущие эпизоды заходите на наши соцсети если у вас есть вопросы по поводу выращивания бонсай пишите нам мы обязательно ответим